Всем привет! Мы сегодня находимся на выставке Coffee Tea Какао Экспо 2022. В этом году он находится на площадке Main Stage. Что тут вообще есть? На втором этаже проходят различные лекции от спикеров, как работать с молоком, какое будущее у какао. В основном в зале, как всегда, естественно, стоят стенды. Спойлер, приехали в этом году не все, кто выставляется обычно, по различным причинам. И, естественно, есть площадки с проведением различных чемпионатов и мастер-классов. Тут у нас площадка... Здесь проводятся различные мастер-классы. То есть я вчера слушал лекцию по тому, как создавать авторские напитки для чемпионатов, для чемпионата Бориста. То есть сейчас тоже проходит какой-то мастер-класс. Пойдем дальше. Есть несколько прям таких закрытых павильонов с различными дегустациями. Например, сейчас мы находимся у кого-то Дринска Дринска Хаба. Сейчас, ну вот по времени, тут проходит... Некая лекция на тему единой степени обжарки для эспрессо и фильтра кофе. То есть, типа, как жарить все в Омне. Мы сейчас находимся в такой чайной зоне. Здесь площадка для проведения Ти-мастер-кап и Ти-лате-баттл. Мы все-таки на выставке находимся кофе-ти, поэтому по чаю сейчас тоже проводится большое количество чемпов. Ну и вот сейчас идет подготовка к одному из них. Полин, получается, ты человек года. Я человек года. Человек года. И знаешь, я вот честно признаюсь тебе, я твой избиратель. Ой, спасибо большое. Я когда увидел, перешел по ссылке и проголосовал за тебя. Спасибо большое, Евгений. Что новенького? Пока затишье небольшое, но в планах уже начинается кью-сертификация, уже в июне будет кью-обработка, начинаются новые ферментации, онлайн-обучение будет. Вот сейчас, если взять матрицу твоих продуктов образовательных, то есть я вот проходил супер-тестер, есть продукт Дима Брава, мой партнер, шеф-бариста. Это топовые две программы. Две топовые, да? А еще что есть? Есть еще про экстракцию к сопротивлению, работа с экстракцией как альтернативы, так и эспрессо. Плюс есть матрица, так называется. Это про связь с завариванием. Для всех, кто борется со сложным кофе, вы прямо сюда надо приходить. Дальше есть урок твердости, это прям погружение в зеленое зерно. Но это скорее для тех, кто такие гиков, которым хочется знать все больше про кофе. Это все онлайн? Да, хиббинс. Хиббинс, да, все онлайн. И есть оффлайн программа. Я был на кукаппинге. Да, кьюгрейдинг еще есть. Кугрейдинг. И там же онлайн есть кью-обработка. Это просто лекции по обработке, по протоколу создания кофе-категории спешл. Какие ты видишь тренды? Пару-тройку трендов в нашей индустрии, в кофейную. К чему все идет? Дрипы стреляют вроде. Дрип вообще шикарный. Я когда попробовала, знала, что они будут такие. Я думаю, что они очень удобные. Они очень классные. Я понимаю, что здесь такой получается момент, что мы заменяем продажу зерна дрипами. Ну, как бы ты не будешь покупать то и другое. Да. Другой вопрос, что те, кто берут у вас зерно, уезжая в поездку, они возьмут у вас же дрипы. Да. Потому что им нет зерномаловый. То есть, это совершенно важный аспект. Растворимый кофе, я думаю, это слишком сложный. Потому что те, кто пьет растворимый кофе, для них пока шаг. Переходите на зерновой. Это прям, о, я это сделал. Поэтому спешл эти растворимые, они не поймут. А те, кто пьют и так уже классный зерновой, они попробуют растворимый. Но вряд ли это будет таким массовым. У нас не так много. Коммерция стала очень хорошим. Ну, прям видно, что оно растет. И возможность ситуации текущей, что происходит, она даст возможность той же самой коммерции просто сфуксироваться не на яркости, в какой-то цене, а на хорошем производстве. Оставим в описании ссылки на Полинины источники. Кому интересно по образованию, приходите, смотрите. Я лично учился и онлайн, офлайн, доволен продуктом. Готов рекомендовать. Спасибо. Там находится мой любимый стенд. Это стенд Ирисака Обалдини. Обалдини? Обалдини. Если вы где-то найдете на просторах интернета или в рознице эти Ириски, покупайте. Это просто отвал всего. Сейчас находимся в зоне проведения чемпионатов. Это такая основная площадка именно в кофейной части. Здесь зона всякой гастрономии, шоколады, меды, те же самые сыры. Зона ростеров в этом году прям крохотная. Представлено только Тайфуном и Петранчини. Их надо было поставить рядом с Обалдини. И было бы круто, если бы приехала компания Ля Павоня. Грин Милк. Грин Милк, добрый день всем. С чем Грин Милк? На кофе тебе приехал. У нас как минимум 4 новинки. Это, во-первых, банан. Это новый банан. У него совершенно другой вкус. Вот можно даже сравнить. Есть старый банан, есть новый. Мы специально привезли 2 варианта. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Это новый банан. Это старый банан. По аромату, вот если смотреть по цвету, то новый банан более темный, более какой-то банановый цвет, а этот какой-то более такой сливочный. И у нового версия банана аромат, он такой понасыщенный бьет. На самом деле у нового банана больше сливочного сети во вкусе. Особенно она начинает проявляться после взбивания. И он менее сладкий. Я предлагаю сделать кофе. Банай? Да. И ванильку. И она тоже разработана именно под кофе. То есть у нее очень высокая мягкость такая, тоже высокая сливочность. И опять очень хорошо раскрывается. Вот пенка получается такая, во-первых, очень плотная, тактильно приятная. А во-вторых, в ней остается такой чистый-чистый вкус ванили. Много запроса. Интересно. А есть запрос на ваниль? Есть запрос на ваниль, особенно из Санкт-Петербурга. То есть вот... Из Питера. Питера идет достаточно активно. И мы переделали сою. Она тоже стала совсем другой. У нас некоторые товарищи, когда им даешь капучино на соевом, говорят, а что вы нам дали? Это же обычное молоко. То есть вот это... Здесь что-то у меня какой-то запах. Не знакомый мне. Растительный запах. На вкус лучше. Запах что-то... Ну, запах сои все равно. Это же соя в качестве базы. Она остается, ее никуда не возможно деть. Мне очень нравится, что сколько раз мы с вами общались, всегда идет речь, что мы изменили, мы улучшили, мы изменили. И с одной стороны кажется, что типа с Киралией все меняется. Зачем вы меняете? А с другой стороны, как бы, так понимаю, что вы смотрите на рынок, понимаете, что какая-то базиса вступает, нужно ее скорректировать. Вам говорят, клиента нужно менять. Так это происходит? Это происходит по двум основаниям. Во-первых, смотрим на рынок, на тенденции типа, например, меньше сахара. То есть вот клиенты просят меньше сахара, и мы очень... Слишком сладко, да? Очень значительно уменьшаем сахар, оставляя, ну, как бы, вот на тоненького, чтобы ели, и там ели, ели чувствовалось. Или делаем вообще без сахара какие-то варианты. Капочка. Неплохо. Нам нравится имя сочетание. То есть вот что, как бы, последнее мы пытаемся добиваться, чтобы... Это не химост. Да. В случае банана, он был слишком химост. Круто, круто. Оценал. Свет, новый Митас? Новый Митас. Новый Митас. Вот это что в итоге? Митас М или Митас 3? Нет, просто Митас уходит полностью линейка Митас 1 и Митаса 2. И будет вот только кофемолка Митас. А, то есть Митас 1 и Митас 2, все. Да, не будет такой градации, да, будет только градация по диаметру жерновов. Это 75-85 и с весами и без. И опять же, кофемолка с весами будет и 75 и 85 жернова. Что про него скажешь? Ну, этот Митас, да, корпус похож, но претерпел некоторые изменения, как визуально, так и внутренне. Ну, многие знают, да, у кого особенно второй Митас есть или был, что перед тем, как происходил на Молу в втором Митасе, кофемолка оттаривала. И оттаривала где-то секунд 4-5. Да, это была боль. Да, это была боль. Многих это раздражало, если не сказать бесило. Вот, в Митасе новом с весами это убрали и оттаривается очень быстро, моментально. How much? Слушай, сейчас не вспомню, честно. 2 600, если мне не изменяет память, но лучше проверить. 2 600 евро это вот это? Да, да. А купить сложно. Так получается, Свет? Ну, до 24 февраля все было липсо, хорошо, да. Сейчас есть некие проблемы, но они у нас заказаны, 75-е, и без весов, и мы их, наверное, в пиру привезем. В октябре ждите сейчас. Что-то еще есть новенького у Ардуино? У Ардуино есть кофемашина Maverick, которую мы... На пире увидим? Да, на пире, да. Если пир будет, то... На пире увидим. На пире увидим, вот. Это кофемашина, которая была представлена в Милане, она, собственно, должна была быть представлена здесь, вот именно здесь, но... Просто не доехала. Просто не доехала, да. То есть, это кофемашина, которая может делать как эспрессо, да, так и фильтр кофе. Но, скажем так, люди, которые ходили на хосте, кто-то, да, говорил, что это ближе к фильтр кофе, а кто-то называл это австралийским лунго. Но все равно это не эспрессо, это уже напиток с импульсным завариванием. Мне кажется, есть смысл в этом случае даже покупать 3 группы. То есть 2 группы у тебя работают на эспрессо, 1 группа у тебя может работать. Теперь хоть как-то можно оправдать покупку 3-группной машины. Да, которая не продается вообще. Да, вот так давно был в Ереване, и там везде трешки стоят. Везде трешки стоят. А кто там производитель? Морзоки трешки, потом была трешка Санесса трешка была. Везде трешки стоят. А левые трешки, левые вот эти, которые ливерные, поняла? Морзока. И я всем говорю, ну хера вам 3 группы. Мы на всех варим. Слушай, но у них очень же большое потребление. Большое, это правда. Они исконно кофейная страна. Но мне кажется, двушка мультибойлерная вполне вытягивает объем. Но тут уже, мне кажется, что вот я за свою достаточно долгую карьеру, если продала штук 20 трешек, то это хорошо. А то, наверное, и меньше. Милкс, да? Да. Милкс, что такое Милкс? Мы молодой бренд альтернативного молока. Из Краснодарского края. Отечественный производитель, да. Супер. Всего 3 месяца. У нас уже целых 5 видов альтернативного молока. Супер. 5 видов молока. Кокосовое, фундучное, овсяное, кешу и соль. Давайте пробовать. Давайте пробовать, конечно. Давайте. Я овсяное готов. Я вот недавно... В чистом виде или в капучино? Нет, в капучино. Капучино. Капучино на овсяном. Капучино на овсяном, пожалуйста. Слушайте, мне нравится дизайн. Ну, для растительного молока очень даже, да. Цвета. Слишком нашего молока в том, что оно абсолютно натуральное. В нем нет ни сахара, ни химических добавок. Только орех и вода. Как вам? Ну, я пил лучше. Да? У нас просто не так давно был тест овсяного молока. Я... Мне, знаете, что... Не нравится. Мне не нравится какая-то такая вот пористость. Пористость в кейле. Какая-то... Ну, на вкус и цвет. На вкус и цвет. Все фломастеры разные. Какая-то... Вот с ферри. А плохая же остаться с ферри. Вот. Но... Мне нравится, что оно не очень сладкое. Не как Альпро. Альпро очень сладкое. Ну, у нас нет сахара, конечно. Это наша фишка. Вот это мне нравится. Очень рада. И... Овсянка пахнет. Конечно. Желаем вам удачи. Благодарим вас. Будем рады сотрудничеству. Милки. Прикольно. Вот это из маркетинга. Мы из маркетинга. Ну, Альпро сказали, что без интервью. В общем, если как бы всем было интересно узнать про Альпро, ребята отказались разговаривать. Единственное из альтардинового молока. Вот. Вот так вот. Уходят они, не уходят. Никто не знает. Точно не уходят. Точно не уходят, говорят. Они вышли из чата, но остаются... Остаемся в России, да? Не уходите. Кто-то купил? Нет. А слухи вот эти вот? Нет. Нет? Все слухи? Только им. Это... Да? Все производство тут есть. Все? Это единственный вопрос, который я хотел задать. Альпро не уходит. Все, хорошо. Пиво опять. Ох. Я увидел то, чего хотел давно попробовать. Но каждый раз, когда я заказывал, это у людей кончалось. Это каскара. А каскара – это высушенная мякоть кофейной ягоды. Я где-то слышал информацию, что ее вообще запретили, потому что в ней есть слишком много канцерогенов. Типа она вредная. Но люди продают. На вкус как яблочный компот. Бабушкин из фокруктов. Так, российская кофемашина. Да? Где-то я это уже слышал. Что изменилось у вас за два года? Сейчас мы представляем мультибойлер свой. Это двухбойлерная машина. Мультибойлер уже. Прикольно. Так. Да, это тот же корпус, но здесь два бойлера с конструированными специальными теплообменниками, которые мы, я надеюсь, что запатентуем. Здесь, соответственно, один общий бойлер кофейный на две группы, ну, поскольку это двушка. И кипяточный паровой бойлер, соответственно, только на парке. Дизайн остался условно такой же, да? Это та же рама, абсолютно. По сути, мы пошли по пути. Ну, есть же Mercedes, да, с двигателем 2 литра, а есть с двигателем 32 литра. Как ты хорошо сравнил. Потому что я вообще автомеханик в образовании. Сколько денег? Однобойлерная в районе 250. Однобойлерная 250? Да. Двубойлерная? Если мы говорим про полуавтомат, это 410. Автомат, соответственно, в России никто не делает. Мультиболерные автоматы. И он никому не нужен. Но он стоит? 450. 450. Да. Так, и какие три причины купить вашу машину? Она, ну, соответственно, это мультибойлер. Да. Это стабильность и качество, в принципе, приготовления кофе. Я считаю, что преимущество любого мультибойлера в том, что у тебя не перегретая вода изначально. То есть кофе априори вкуснее. То, что вода не меняет свой молекулярный состав. Даже при условии, что некорректные какие-то диапазоны температуры, что-то еще, все равно будет вкуснее. Второе, это то, что у нас одна из самых маленьких машин мультибойлера в той же раме. Она 60 сантиметров и может встать на столе 45. То есть 60 сантиметров, это очень мало таких машин, ну, 60 ширина, да? Ага. Соответственно, у нас есть пространство под лотком. Ну, все те же преимущества, что у нашей старой модели. Да, еще она за счет конструктива вот этих теплообменников, которые я сюда применил, она маломощная. Эта машина 220 вольт, 3 800 ватт. То есть это вы можете дома себе ее поставить, и она будет работать, у вас не будет выбивать автоматы и что-то еще. Это обычная вилка, нет никаких усиленных, вы можете использовать. Это тоже важно в российских реалиях, потому что с электричеством зачастую на точках проблемы. Прикольно. Молодцы. То, что улучшает продукты, что вы есть. Бобкофер. Бобкофер. Что это? Компания, которая занимается зеленым кофе. Мы возим вот такие прикольные ростеры. Упаковка и дриппакет. Такой комплекс. Зеленый кофе? Зеленый кофе из Бразилии сейчас. Кофе из Колумбии иногда возим, из других стран и так далее. И ростеры. А что за ростеры? Ростер килограммовый, индукционный. Он достаточно популярный за рубежом. У нас не так популярен. То есть нагревательный элемент, индукционный здесь. Он очень мало потребляет энергии. Полтора киловатт, как чайник. А здесь воздухом или барабан? Здесь барабан. Да, классический барабан с лопастями. Можешь посмотреть. Здесь его вида, в принципе. Барабан из стали. Стальной, да? Да. Это софт свой или артезов? Софт свой у него. Он бесплатный. То есть ты можешь даже не имея ростера его скачать, посмотреть. Он очень простой. А что может софт? Софт может повторять профиля по триггерам, температура, время и так далее. По целям? Да, да, по целям. А эталон делать? Можно, да. Можно подложки, эталоны делать. Все, что угодно можно делать. Единственное, когда он жает автоматически, он не подстраивается, как умный ростер, типа там Лоринга, например. Он просто повторяет твои точки, ты ему сам задаешь. Прикольно. Сколько денег? 450 сейчас с НДС в России. 450 тысяч рублей. Неплохая цена. Хорошая, я бы сказал, конкурентоспособная. Да. А охлаждение за счет? За счет охладителя. Он автономный. Здесь обычный вентилятор. А, я думаю, что просто за счет. А, да? А еще раз напомню, производство? Производство в Тайване находится, а идея и конструктив Дания. Сколько батч получается, ты жаришь по времени? Сколько? От 8 до 12, плюс-минус, да. В зависимости от зерна, в зависимости от того, под что ты жаришь, эспресс-фильтр и так далее. Интересно. Можно очень быстро пожарить, если нужно, как бы, но это не цель. А крэк здесь когда начинается, во сколько, по температуре? По температуре в районе 195, по инфракрасному, опять же. Я смотрю, он удобный, постоянный, стабильный. То есть, ты кинул 300 грамм и 800, плюс-минус, да, температура крэка. Прикольно. Прикольно. Интересный ростер. И цена отличная, я бы сказал. Она хорошая, да, мне тоже нравится. Отличная цена. 450. Мне кажется, вообще, очень крутое использование для кофеин, например. Людей всегда процесс привлекает. Плюс ко всему кофе хороший. Кофе вкусный можно сделать. Все, всем пока. Такая от выставки, такой коротенький обзор. Увидимся, когда увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok